Всем привет! Деревня Таншаньтау в городе Суйчан, провинция Чжэцзян, называется деревня Чиншоу. Все жители этой маленькой горной деревушки здоровы, а пожилые люди отличаются долголетием. Почему так происходит? Оказалось, что крепкому здоровью жителей деревни способствовали тысячелетние деревья, сокровища, растущие в деревне. Старики в деревне любят есть плоды этого дерева, и у них также сохранилась привычка использовать эти плоды для приготовления вина. В глазах жителей деревни Тис это дерево-сокровище. История Тиса на земле насчитывает 2,5 миллиона лет, и это редкий вид, сохранившийся со времен ледникового периода. Поскольку Тис редкий вид деревьев, сохранившийся со времен ледникового периода 2,5 миллиона лет назад, из-за нехватки ресурсов Тиса, это один из самых ценных видов деревьев среди почитаемых растений на земле. Китайский Тис в настоящее время внесен в список редких и охраняемых растений более чем в 40 странах мира. Тис в деревне Таншаньтау относится к китайской красной фасоли. На китайскую красную фасоль естественным образом влияет окружающая среда, и появился еще один вид, южный Тис. Он в основном распространен в в восточной и юго-западной частях провинции Юньнань и некоторых районах юга. В настоящее время из плодов и коры Тиса можно получить препарат под названием Паклитаксил, который обладает низкой токсичностью и высокой эффективностью. И его называют последней линией защиты от рака лечения. Жители деревни Таншаньтау уже давно едят плоды Тиса. Возможно, в этом и заключается один из секретов долголетия. Мы все знаем, что зеленые растения обычно поглощают углекислый газ и выделяют кислород в течение дня, а также поглощают кислород и выделяют углекислый газ ночью. И Тис также выделяет определенное количество кислорода ночью. В течение он также может выделять отрицательные ионы кислорода, которые оказывают хорошие разряжающие действия на окружающий воздух. Поэтому большие площади Тиса по-прежнему оказывают благоприятное воздействие на окружающую среду. Это окружающая среда, в которой обычно живут жители деревни Таншаньтау. В окрестностях растет много китайских красных бобовых елей, поэтому содержание отрицательных ионов кислорода в них особенно велико. Возможно, это также является еще одним секретом их долголетия. Цена продажи поклитаксила на рынке чрезвычайно высока, и это также нанесло разрушительный ущерб ресурсам дикорастущего Тиса. В 1994 году моя страна объявила Тис редким растением, находящимся под угрозой исчезновения. Только создание Тисовых лесов является ключом к решению проблемы сырья для производства поклитаксила. Компания Red Bean Group из города Уси, провинция Цзинсу, является одной из первых компаний в Китае, которая начала изучать и выращивать Тис. Видя эти преимущества Тиса, он изучает, как искусственно выращивать Тис с 1990-х годов. Производство Тиса было основано в 1997 году, после того, как мы провели повторные маркетинговые исследования и обнаружили, что из Тиса. Можно эффективно извлекать противогриппозный препарат поклитаксил. Так что в то время в Соединенных Штатах и Европе, можно сказать, пользовался большим влиянием. Ключевым препятствием для прорыва в эту деревню пурпурных гор является наш Тис. Если вам нужен Тис, вы не можете сделать все вышеописанное. Вы можете рассчитывать только на искусственное выращивание. В 1998 году в деревню Таншаньтау приехал таинственный человек. Он каждый день поднимается на гору, осматривая все горы и поля. Жители деревни недоумевали, что он здесь делает. Только что упомянутого таинственного человека зовут Гэу Цзиньцай. Он приехал в деревню Таншаньтау, чтобы найти саженцы Тиса. Однако Гэу Цзиньцай провел множество исследований и в конце концов выяснил, что ресурсы саженцев дикого Тиса очень скудны. Поэтому если вы хотите выращивать Тис, вам нужно придумать другой способ. Весной 1999 года, с разрешения Департамента лесного хозяйства, Лао Гэу приобрел несколько семян дикой китайской красной фасоли, которые стали для него настоящим сокровищем. Чтобы семена Тиса быстро прорастали, Лао Гу попросил людей снова и снова просеивать почву на испытательном поле для Тиса снова и, наконец, лично вступил в бой, заделывая семена Тиса в почву одно за другим, как при выращивании овощей. После того, как семена Тиса были посеяны, Гэу Цзиньцай каждый день сидел на корточках на своем огороде, ожидая появления всходов. Но прошел год, семена Тиса все еще спокойно лежат в грязи, даже не прорастая. Вначале у нас не было опыта в выращивании красной фасоли. Это уже после того, как мы ее посадили, через некоторое время она просто перестанет прорастать. После периода прорастания, достаньте ее и посмотрите, семена внутри по сути такие же, как и в оригинале. Теперь Гэу Цзиньцай забеспокоился, в чем проблема. Поэтому он пришел в научно-исследовательский институт биотехнологии УСИЮ, чтобы проконсультироваться с соответствующими экспертами. В природе семена МТиса требуется 15 месяцев, чтобы прорасти, и их всхожесть очень низкая. Каждый год в сентябре красные плоды и зеленые листья на Тисовом дереве дополняют друг друга, превращаясь в прекрасный пейзаж. Хотя Тис уже созрел, семена в нем должны пройти длительный постфизиологический период созревания, который длится от 15 до 18 месяцев. Только после физиологической стадии созревания могут прорасти и вырасти маленькие саженцы. В этом году это новый вид. Вы видите, у него восковая поверхность. Это одна из причин низкой всхожести нашего Тиса. Этот слой воска не только защищает семена от неблагоприятных внешних условий, но и предотвращает разрушение скорлупы и прорастание семян. В природе из-за красочных плодов Тиса они часто привлекают большое количество птиц, которые их клюют. После прохождения через пищеварительную систему птиц, восковой слой разъедается и разрушается желудочным соком птиц, а семена выводятся скалом, тем самым укореняясь в почвы и всходы. Хотя он и может размножаться, его количество ограничено. Таким образом, несмотря на то, что древняя древесная порода Тиса смогла выжить в течение двух с половиной миллионов лет и по сей день дикая популяция очень мала. Таким образом, в мире еще не сформировались крупные тисовые рощи. Выращивание большого количества саженцев Тиса является основой и ключом к решению проблемы искусственного выращивания. Для того, чтобы семена Тиса прорастали вовремя, необходимо удалить восковой слой эпидермиса, который препятствует прорастанию семян. Лао Гу долго думал, но так и не смог найти способ удалить восковой слой эпидермиса семян. Однажды он случайно увидел, как кормятся цыплята, и внезапно подумал, почему бы не попробовать метод кормления цыплят плодами Тиса. Используйте цыплят вместо птиц, чтобы цыплята могли стереть восковой слой с внешней оболочки семян при переваривании пищи. Но затем возникла новая проблема, потребление пищи цыплятами ограничено, и цыплята бегают вокруг, а семена найти его нелегко. Количество семян, обработанных таким образом, слишком мало, как мы можем обработать большее количество семян. Наконец, в один прекрасный день он нашел решение. Лао Гу придумал использовать мелкий песок вместо пищеварительной системы курицы. Смешайте семена Тиса и мелкий песок в соотношении 1 к 5 и положите их в тканый мешочек. Во время полива наступайте на них ногами, используя постоянное трение между мелким песком и фруктами. Так что восковой слой на семенах можно легко удалить. Этот метод одновременно экономичен и практичен, а количество обрабатываемых семян можно регулировать по желанию. Наконец-то я решил эту проблему. Но был поставлен новый вопрос. После того, как Тис удалит восковой слой, он должен пройти через физиологический период, как он должен его хранить. Лао Гу узнал, что семена Тиса любят влагу и боятся переувлажнения. Несмотря на то, что Тис находится в состоянии покоя, его все равно нужно поливать. Наблюдайте за изменениями содержания влаги в нем каждый день и вовремя опрыскивайте водой, чтобы увлажнить его. В прошлом обычные люди использовали подвалы для хранения вещей, что вдохновило его. Он попросил людей выкопать в земле несколько прямоугольных ямок, смешать семена с песком и продезинфицировать их, сбрызнуть водой, намочить песок, чтобы получилась грядка, и накрыть ее сеткой. Разве это не было бы идеальным местом для хранения семян Тиса? Разве этот метод Шазанга не был бы самым эффективным способом хранения для защиты семян Тиса? Летом 2000 года, в это время дождей было еще больше, и на семенах дрожжей, которые были на дне, появилась плесень. Чтобы предотвратить распространение плесени, Лао Гу поспешно послал кого-то установить сетку, открыл окно для проветривания и прекратил разбрызгивать воду, но плесень все еще оставалось. Под ним много заплесневелых семян. А почему семена сверху хорошие, а снизу заплесневелые? Лао Гу спустился в погреб с песком, чтобы внимательно понаблюдать, и в конце концов нашел причину появления заплесневелых семян. Оказалось, что погреб с песком был вырыт под землей. Местность здесь низменная, и здесь будет скапливаться влага, которая при повышении температуры вызовет появление плесени. Выяснив причину, на следующий день Лао Гу поспешно попросил кого-нибудь вырыть дренажную канаву вокруг здания песчаной школы и потребовал, чтобы глубина канавы была равной менее чем на 40 сантиметров ниже уровня песка. Эти дренажные трубы расположены гораздо ниже, чем дно песчаного погреба. Когда идет дождь, вода будет стекать в дренажную канаву, и это никак не повлияет на семена в песчаном погребе. Через некоторое время Лао Гу обнаружил, что семена, находящиеся в песчаном погребе, имеют гораздо более высокую относительную влажность, чем семена, находящиеся наверху. Для того, чтобы сделать эти драгоценные семена более безопасными, Лао Гу обобщил еще один опыт, который заключается в том, что следует прилежно учить каждые два месяца или около того, чтобы семена можно было хранить в среде с относительной влажностью от 55% до 60%. По истечении 15-18 месяцев, семена тиса находятся в наилучшем состоянии приживаемости. И это также создает необходимые условия для того, чтобы они могли прорасти из кожуры на более поздней стадии. В природе у дикого тиса низкая всхожесть. Мы улучшили всхожесть при искусственном выращивании с помощью инсектицидной технологии. Таким образом, мелкий песок и песчаные дрожжи помогли Лао Гу решить проблему, связанную с тем, что семена нелегко прорастают. И как безопасно пережить физиологический период после созревания. С помощью этого метода он может достичь более 95% в будущем. Весной 2001 года Лао Гу посадил семена китайской красной фасоли на испытательном поле. Месяц спустя в большом количестве появились саженцы тиса. Но через несколько дней многие саженцы погибли. Дикие саженцы растут при температуре ниже нуля. Освещение относительно слабое. Для того, чтобы иметь возможность значительно повысить их выживаемость, мы хотим имитировать естественный рост. Рост большинства растений на Земле зависит от солнца. Достаточное количество света позволяет им осуществлять фотосинтез, который не только обеспечивает их энергией, но и способствует развитию растительных клеток. И делает ветви и листья более пышными. Но с саженцами тиса ситуация иная. Солнечный свет слишком яркий, что еще более пагубно сказывается на их росте. Если температура почвы слишком высока, это увеличит испарение воды из листьев тиса, что может легко привести к обезвоживанию ветвей и листьев тиса. В результате чего листья скручиваются и высыхают, это приведет к замедлению роста, а в тяжелых случаях к летальному исходу. Условия сухой почвы подходят только для роста корнеплодов, за исключением саженцев тиса. У них очень мелкая корневая система. Поэтому мы будем использовать естественное затенение. Затеняйте их как следует и избегайте солнечных ожогов, чтобы избежать смерти. Хорошая температура и влажность почвы являются основой для его плавного развития. То есть мы используем сетки для затенения, указанные выше. Так что вначале у нас есть 50% сеток, но интенсивность света все еще слишком высока. Позже мы приспособились к последнему стандарту освещения 70%. Когда он маленький, ему должно быть достаточно 25% солнечного света. Лао Гу также установил затеняющие навесы для этих саженцев тиса. Хорошая система затенения защищает их от воздействия яркого света, позволяет своевременно пропалывать саженцы тиса, пополнять запасы влаги и удобрений, а также обеспечивает достаточную материальную гарантию для их роста, позволяя им расти плавно. На стадии проростка тис растет медленно, около двух лет. После одного года выращивания проросток может вырасти до 30 см, а еще через год роста он может вырасти более чем на 50 см. В 2003 году Лао Гу высадил первую партию саженцев в поле. Потому что после того, как наши саженцы будут выращены, мы перенесем их в зал для посева семян. После посева, поскольку его саженцы постепенно начнут расти, Лао Гу заботится об этих тисовых деревьях, как о своих собственных детях. Проконсультировавшись с экспертами, Лао Гу понял, что стадия молодого дерева у тиса займет три или четыре года. Темпы его роста относительно медленные, но вредители и болезни встречаются редко. Корневая система тиса на стадии молодого деревца еще не развита, и его способность поглощать влагу из почвы все еще слаба. Недостатка в воде быть не должно. Поливайте вовремя, чтобы относительная влажность почвы достигала примерно 60%. В период роста молодых деревьев тиса каждый год следует своевременно вносить некоторые удобрения, чтобы обеспечить нормальный рост молодых деревьев. Поскольку ветви растут медленно, обрезка обычно не проводится в период роста молодых деревьев, и ветви сохраняются как можно дольше. После вступления в зрелый период, из-за увеличения количества отдельных растений, первоначальные растения не могут удовлетворить свои потребности в росте и должны быть пересажены в своевременное выполнение требований по озеленению. Лао Гу обнаружил, что тис является особенно устойчивым к обрезке деревом, и он не вызовет болезней из-за неправильной обрезки во время роста. Кроме того, ветви также очень гибкие, что придает им очень удобную форму. Несмотря на то, что тисовые деревья у основания растут очень быстро, перед ним возникла новая проблема. В 2005 году, в дополнение к саженцам, посаженным на моей собственной базе и проданным другим, там все еще оставалось несколько саженцев тиса. Что следует делать с этими саженцами? После серии маркетинговых исследований, в 2006 году Лао Гу снова начал выращивать бонсай из тиса. Поскольку растение тиса может прорастать четыре раза в год в нашем районе Цзинань, мы обнаружили, что его схожесть очень красива. В то же время его ветви относительно мягкие. Мы выращиваем из него бонсай. Когда Лао Гу выращивал тисовый бонсай, в то время на рынке еще не было тисового бонсай. Поэтому продажи тисового бонсай были очень хорошими. Что значительно увеличило преимущество и коэффициент использования тисового бонсай. Саженцы также были улучшены. Увидев это, Гау Цзинь Цай был очень счастлив. Но вскоре после этого другой клиент нашел Гау Цзинь Цай, и тот откликнулся. Он сказал, что этот тис хранится у него дома. Но он должен уехать на 10 дней. Если это займет много времени, у меня тоже будет настоящий феномен смерти. Есть ли какой-нибудь способ добиться того, чего хотят клиенты? Может ли тис стать растением, способным самостоятельно обеспечивать себя водой и регулировать свои функции? Лао Гу снова нашел доктора Чжу Бафена. Доктор Чжу предложил ему попробовать гидропонику. С точки зрения эволюции растений, все растения произошли от водных растений, поэтому все растения содержат водные гены. При условии создания подходящей среды обитания, эти водные гены будут экспрессироваться снова. Гидропоника — это новый тип беспочвенного метода выращивания растений в помещении, который заменяет почву для обеспечения организма растения водой, питательными веществами и другими условиями роста, чтобы растение могло нормально расти. Отрежьте несколько выращенных в почве корней тиса, выкопанных в поле, и положите их на грядку спирлитом, чтобы при опрыскивании листьев водой образовались придаточные корни. На втором этапе мы помещаем эти корни в водную среду, опускаем в воду, даем им развиваться на глубине воды и используем среду с высокой влажностью, чтобы побудить корни развиваться на глубине водной среды. А что будет, когда глубина этих вод вырастет до 80 сантиметров? То есть можно успешно выращивать тис на гидропонике. Его можно поместить в стеклянную посуду или другую утварь и внести в дом для ухода. В 2007 году Лао Гоу снова начал выращивать тис на гидропонике, что добавило Лао Гоу еще один способ продавать тис. Сейчас его гидропонный тис также становится все более популярным. Тис – чрезвычайно медленно растущий вид деревьев. Требуется 7 или 8 лет, чтобы он стал сырьем для получения поклитаксила. К 2009 году первые тисовые деревья, выращенные Лао Гоу, были приобретены другими компаниями и использованы в качестве сырья для получения лекарственного препарата поклитаксил. В последние годы Лао Гоу последовательно разрабатывал вино для здоровья, подушку для здоровья, стиральный порошок, ванночки для ног и другие продукты, изготовленные из плодов тиса, веток тиса, листья, пазушные почки и так далее. Тис в растительном мире живет на земле уже 2,5 миллиона лет. Это не только ценный вид деревьев, подаренный нам природой, но и живое ископаемое среди растений. В прошлом тисовые деревья были дикорастущими, и их было трудно увидеть даже глубоко в горах. А теперь их можно выращивать искусственно и широко использовать для сохранения почвы и водных ресурсов в садоводстве, декоративных целях и в других областях. Гео Цзиньцай сказал, что общество уделяет тису все больше и больше внимания. Сейчас его база посадок тиса превышает 10 тысяч гектаров. Но у него также есть более масштабная цель – продолжать расширять площади выращивания и распространять свой тис по всему миру. Большое вам спасибо за ваше внимание.